Солнце, воздух и вода Наши лучшие друзья Это мы знаем с детства Но от самого горячего приятеля нужна защита Имя ей СПФ Солнце, защитные крема нужно использовать Но я хочу сказать о том, что на сегодняшний день Очень сильно возросло количество заболеваний Которое вызывается недостатком витамина Д И в этом действительно виноваты повины солнцезащитные крема Поэтому бездумное их применение Оно должно все-таки пресекаться Так что специалисты настаивают Перед тем, как отправиться за солнцезащитной косметикой Сдайте анализ на содержание витамина Д в организме Если его не хватает, тогда вам можно загорать и без защиты Но только в безопасные часы Самая простая загадка – это наша тень длиннее нас Если тень наша короче, соответственно, солнце находится в зените Нужно прятаться просто от солнца Для чего нужно использовать солнцезащитный крем? Для того, чтобы не сгореть То есть загар нам показан в малых дозах В небольшом количестве, но сгорать нам нельзя Так что выходя на пляж или прогулку в обед Обязательно наносим защитное средство Выбор зависит от многих факторов Самые мощные кремы – те, что содержат механическую защиту В составе таких значатся диоксид титана или оксид цинка Защищают они хорошо, правда, видны на коже Более легкие эмульсии и спреи, как правило, содержат химическую защиту Она подойдет тем, кто проводит лето в мегаполисе Это параминобензойные кислоты, авобензон Это будет входить непосредственно в состав этих кремов Но химические фильтры, они будут проникать в кожу То есть при длительном применении, при длительном нахождении на коже И при попадании прямых солнечных лучей Химические фильтры будут окисляться и превращаться в свободные радикалы Чтобы избежать вреда, средства с химическими фильтрами Лучше обновлять примерно каждые 2 часа Плотные кремы с механической защитой, кстати, тоже лучше обновлять Но по другой причине они смываются с кожи Зато лучше всего подходят для отдыха у воды Если летом ваши передвижения ограничены дорогой на работу и обратно И небольшой прогулкой, то фактора 10-15 вполне достаточно При длительном пребывании на солнце цифра должна быть выше И если взрослым подойдет любое средство, в том числе детское, то малышам только специальное У детей, если использовать солнцезащитные крема, то, как правило, они идут без отдушек Гипоаллергенные и содержат минеральный фильтр, который достигается большей защиты И не проникает кожу, в отличие от химических Они могут быть более белесые, опять-таки, но защищаются более активно Еще один фильтр, через который нужно просеивать средства от солнца, это цена Это тот случай, когда лучше немного переплатить По мнению специалистов, фильтры в более дорогих средствах безопаснее Не окисляются на коже и защищают дольше Так что лучше один раз не пожалеть средств на хороший крем Чем потом терять драгоценное время в отпуске в мае сетожога